Последний раз Дни Бурятии проходили в 2018 году. Тогда в рамках нацпроектов и отдельных поручений президента России республики оказали поддержку на 14 миллиардов рублей. Мы в рамках постановления Церкви Федерации решили обучить значительную часть наших вопросов. И если брать систему здравоохранения, одна цифра, 43 фабр построена. В рамках постановления 15 шабр построены. И это не все, чем республика может похвастаться. Бурятия достигла исторического минимума младенческой смертности. У нас в республике хорошее ожидание. У нас есть, у нас есть. У нас показатели по, ну, не очень реально, как смертность, но тоже молодежь, со смертности исторический рекорд, мы снизились, какие-то показатели не было в Советском Союзе, не было в Советском Союзе, не было в Советском Союзе для России у нас. Плюс мы вошли в получшие регионы по показателям, даже до ковидных и ковидных, у нас впервые в этот пластик была была расплантация почки, на самом деле, четвертым гривеном России, начала расплантацию. То есть мы, несмотря даже на ковид, развиваемся. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждали накануне в Совете Федерации, было строительство новой инфекционной больницы в Улан-Удэ. Здание 40-х годов уже выработало свой потенциал. Это единственная инфекционная больница в республике. У нас другой инфекционной больницы нет. Это вот то, что она такая есть, с 1940 года она одна. Строительство такого важного объекта только при помощи республиканского бюджета невозможно, и президент поручил включить объект в федеральную адресную инвестиционную программу. Мы работаем над включением ФАИП республиканской клинической инфекционной больницы и предоставление соответствующего обоснования со стороны республики Бурятия. Мы направили соответствующий запрос по обосновывающим материалам части строительства нового здания ГБУ республиканской клинической больницы. Мы ожидаем и, естественно, окажем всяческое содействие руководству республики. Пока готовятся документы, в республике уже определили участок для строительства. новое здание будет рассчитано на 150 коек. Примерная стоимость проекта – 3 миллиарда рублей.